Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, вы смотрите программу «Место происшествия» в студии Павел Буянов. Сейчас короткий анонс, после продолжим. Перестрелка в Ордатовском районе закончилась ранением полицейского и самоубийством преступника. Тут у нас, знаете, сколько шарится. Двух домушников с поличным задержали, сами же потерпевшие в Нижегородском районе. Hyundai Solaris совершил полет с приземлением на припаркованные автомобили. Бампер, защита, крыло. Большегруз и легковушка столкнулись на московском шоссе. ЧП в поселке Ордатов в Нижегородской области. Настоящая перестрелка с погибшим и раненым произошла возле одного из частных жилых домов. Стрельба произошла ночью с понедельника на вторник. По предварительной информации, в один из частных домов через окно забрался злоумышленник. Хозяйка дома вызвала полицию, по прибывшим правоохранителям был открыт огонь из ружья. Полицейский получил ранение в руку. После этого прибыло подкрепление в виде спецназа, увидев которое преступник выстрелил из ружья себе в голову. Получил смертельное ранение. Оставшись один, злоумышленник взломал сейф, в котором находилось огнестрельное оружие и стал стрелять через закрытую им же входную дверь этой квартиры. Женщина вызвала правоохранителей. Увидев, что сотрудники полиции подъехали на автомашине к дому, через открытое окно мужчина стал производить выстрелы уже дробью из этого же охотничьего оружия. В результате один из привыкших сотрудников полиции получил ранение дробью в руку и был доставлен в районную центральную больницу. После того, как сотрудники выбил дверь, зашли в квартиру, то обнаружили, что дебошир находится в одной из комнат этой же квартиры с огнестрельным ранением в голову. Поймали с поличным двух злоумышленников, пытавшихся забраться в квартиру. События развернулись в Нижегородском районе. В квартиру двухэтажного жилого дома забрались двое уроженцев Чувашии. Они не догадывались, что владельцы квартиры оказались неподалеку и услышали звук проникновения в жилище. Буквально несколько минут назад уроженцы республики Чувашии пытались ограбить дом. Благодаря бдительности соседей на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые задержали предполагаемых грабителей. Около трех часов дня во вторник жителей дома 36 по улице Третья Емская заставил полноваться сильный шум открывающейся двери. Потерпевшие уверены, это грабители, которые пытались ворваться в дом. Предполагаемые злоумышленники не ожидали, что хозяева окажутся дома. Последние вызвали на место происшествия правоохранителей, которые произвели задержание. Как дверь сломывается? Обыкновенно? Удар? А дальше что? Ну, швы шел. Стоит двое неизвестное. Мы простые работяги. Так. Просто дверь вошибилась и все. А почему ошиблись? Вина в чем у нас? Вообще не понимаем. Ну, подозреваете, вы во взломе? Во взломе. Ну, дверь дернули, она приоткрылась. Мы же не заходили туда. Главное, что я никого не трогал. Никого, ничего. Такого криминального не хотел я. Предполагаемых воришек задержали, что называется, по горячим следам. Очевидцы происшествия утверждали, что незнакомые молодые люди появляются здесь постоянно. Один из предполагаемых домушников, по словам очевидцев, успел убежать, после того, как на него погрозили спустить собаку. Тут у нас, знаете, сколько шарится? Галки соседки вон чуть не залезли. Хорошо, она дома была? А вы тоже были дома? Я дома был, я смотрю, они тут ходят, я слежу, у меня собака вот такая. Я слежу, смотрю, сюда сунулись. Я собаку взял, сначала без собаки пошел, потом собаку взял, пришел. Смотрю, они тут уже соседки. Тут у нас, знаете, как не спокойно жить. В то время, пока сотрудники полиции опрашивали свидетелей, составляли все необходимые документы, задержанные пояснили, что они приехали из республики Чувашия, в городе живут около полугода и работают на стройке. Свою вину они так и не признали, хотя раскаивались. Я раскаивался, дернул, просто она приоткрылась. И все, больше вины нет. А зачем открывали ту еду? Просто рук искали, мы все. С такими людьми вообще нужно выселять, наверное, таких людей отсюда. И как они, есть ли прописка какая у них гражданская, или какая, как они сюда попали. Проверять надо, бороться с этим. Спустя получаса предполагаемых злоумышленников и потерпевшую отвезли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела. Стоит отметить, что Мария, чью квартиру в доме хотели взломать, настроена серьезно и уже написала заявление в полицию. Сергей Липатов и Леоленков специально для места происшествия. Hyundai Solaris снес припаркованные автомобили. Авария зафиксирована на камеру наружного наблюдения. Съемка ведется с камеры, установленной на одном предприятии. В центре, внимание, парковка, перед которой дорога. В какой-то момент в кадре появляется иномарка. Водитель не справляется с управлением, и машина вылетает на стоянку. Hyundai таранит припаркованную вазовскую легковушку. По цепочке та задевает еще один припаркованный автомобиль. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. На кадрах съемки видно, что водитель иномарки сразу же выбрался из машины. Обошлось несколькими царапинами. Больше груз и легковушка столкнулись на московском шоссе. В аварии, к счастью, никто не пострадал, но и признавать вину. Участники ДТП не спешили. Оба водителя валили вину друг на друга. Пока шли разбирательства. На этом участке дороги образовался автомобильный затор. Бампер, защита, крыло. Не знаю, тысяч на 50, наверное. На 40. Водитель автомобиля Рено подсчитывает ущерб, нанесенный во время столкновения с большегрузом на московском шоссе. Двигаясь в одну сторону, водители не уступили друг другу дорогу. По словам автовладельца легковушки, все это произошло только из-за невнимательности водителя большегруза. Невнимательность водителя. Другого я не вижу причины. Поток шел ровно. Я шел в своем ряду. Удар сзади. Я же смотрю, притормаживаю. Своем ряду притормаживаю. Другой ряд не перехожу. Не поворотник, не включаю перехода. Нет. Я просто притормаживаю. И он меня задевает и швыряет сюда. Однако с такой версией произошедшего водитель большегруза не был согласен. И отметил, что начиная свой маневр, он увидел, что легковушка, превышая скоростной режим, пытается обойти его с правой стороны. Уйти от столкновения не было возможности. Несоблюдение скоростного режима, дистанции и так далее и тому подобное. Ну, ты видишь, как машины стоят? Повреждения с какой стороны видишь? У него, у меня. Сам схему обрисуешь примерно, что получилось. Я иду по своей полосе, по второй. На остановке встает автобус. Он летит и решил проскочить просто между мной и автобусом. Я не могу сказать, что я лихачил. Ехал нормально, скорость была километров 40, не более. Тем более, впереди стоял автобус на остановке, я уже притормаживать как раз начал. И он меня догнал в момент, когда я притормаживал. Спор водителей продолжался еще некоторое время. На место ДТП приехали сотрудники госавтоэкспекции. Зарисовав схему ДТП, они направили участников аварии к дознавателю, которому придется восстановить полную картину ДТП и определить, кто виновник аварии и кому предстоит возместить ущерб. Сергей Липатов, Илья Улинков. Специально для места происшествия. На этом выпуск завершен. Корреспонденты программы продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте на телефон редакции 212-9-112. Пишите нам в интернете адрес электронной почты программы. Указа на экране. Эфир продолжит служба новостей город с Катериной Пескуновой. Всего вам самого доброго.